10 августа, 11 день выхода, в 6 часов гной с кровью, ночью в области печени тяжесть, правая гланда, тело вибрирует, идет работа. Это все говорит о том, что процесс очищения, наведение порядки в организме идет полным ходом, его не так-то просто остановить. 8.30 массаж живота 10 минут, в области пупконапряжения, в кишках уплотнение, вот это уже плохо. Это говорит о том, что ветер, то есть сухость и холод в организме, надо принимать меры, иначе будут крупные неприятности. Хотя спал хорошо, выспался, настроение отлично, энергии нормально, значит помассировал ушки и к своему восторгу обнаружил, что ушки у меня гнутся, будто совсем хрящене, чудеса, вес 60 килограмм, минус 300 за сутки. Причем вчера я очень хорошо и плотно кушал, вот очень хорошо и плотно кушать, никак нельзя на восстановлении. Вот от этого и начинается в области пупконапряжения, в кишках уплотнение. Надо покушать, так, как говорится, лишь бы червячка замолить. Так, дальше что смотрим, настой шиповника, душ, яблоко. Так, весь день энергии норма, хожу, что-то делаю и песенку пою, собственно, сочинение. Никогда в жизни вслух не пел, а тут настроение отличное. Внутренняя радость какая-то, положительные эмоции. Вот так вот она и бывает. Голод как-то нашу психику также растормаживает, раскрепощает. Человек чувствует себя спокойнее, увереннее. Это говорит о том, что энергия течет по организму нормально, так что хорошо. Сегодня был хороший день, много успел. Настроение отлично. Ну, это хорошо. Далее, что мы делаем? Я пишу, то, что ели сегодня, повторите завтра, ничего не прибавляя. Как только кончатый тяной, станет поправляться и энергетика увеличится. Ну, хорошо. С языком получше. Хорошо, хорошо. Двенадцатый день выхода. Час пятнадцать. Сплюнул гной с кровью. Теперь и левая гланда напряглась. Вместе с правой идет работа. Сделал, значит, свечу сливочного масла. Массаж живота. Тело сильно гудит. Спал удовлетворительно. Энергия норм. Настроение отлично. Так, значит, что он использует? Таурину. Моча с приятным запахом. Мед разнотраве и большой энергии. Это сразу почувствовал кожу и волосы. Не нарадуется блаженству. Таурин оказался такого качества, как будто это мед. Вот, значит, поправился шесть пятьсот грамм за сутки. Стул. Так, вон, с густок спекшейся крови. Ночью, кажется, породил геморрой свечой и сливочного масла, когда вставлял. Ну, ё-моё. Это ж надо потихонечку делать. Не пихать туда. Значит, по стих ногти я обнаружил, что они стали иными, более мягкими и эластичными. Эластичными хорошо. Кстати, да, на голоде и, вернее, после голода организм, оказывается, лучше держит воду, не так сохнет. Ну, поэтому вот ногти становятся такие мягенькие. Они там при постригании не трещат, не лопаются, не разлетаются туда-сюда, как сухие щепки. Это очень хорошее качество голода. Геморрой не беспокоит, но разрыв-то есть, трусы в крови запекшиеся, что делать не знаю. Вот видите, что ни в коем случае не передать. Можете поздравить меня с днём рождения. Сегодня мне исполнилось 46 лет. Ощущаюсь я на 18. Настроение прекрасное. Ну что, поздравил я Эдуарда. Это как раз у нас 11 августа. Ошибки, ошибки. Ни в коем случае нельзя переедать. Не успевает наш организм всё это дело перерабатывать, переваривать, потому что он занят совершенно другим. И начинаются проблемы. Вся эта пища начинает вот в ампуле отчасти бродить, отчасти ещё что-то там такое. Скапливается, не выходит. И пошло-поехало. А теперь убери вот этот вот геморрой. Не так-то просто это всё убрать. Итак, 12-й день выхода. Наконец-таки пошёл колбасообразный стул. Это уже радует. Работа кишечника приходит в норму. Завтра есть то, что сегодня. Дозировку пищи не увеличивать. Пишу ему. Если есть арбузы или дыни, можно поесть. Например, арбуз. Через 2 часа дыню. Ничего с ними не мешать. Или можно просто приёмом чая заменить. Эдуард пишет. Спасибо за просдравление. Мне больше понравилась горячая каша с топлёным маслом. Да, понравилась она именно потому, что вытесняет жизненный принцип ветра. Это тот продукт, который сразу на него действует, равновешивающе. Поэтому она так понравилась. Поэтому её хочется. И поэтому это будет как основное лекарственное средство. Отлично. Эдуард пишет. Спасибо. 13-й день выхода. По-прежнему рот с гноем. Отходит из луна к зубу. Плохо спал. Вот я читаю с 2 до 4 часов. Так, значит, 8-15. Массаж живота 15 минут. Уплотнение в основном в области вокруг пупка. Хорошо промассировал. Талия, значит, спал удовлетворительно. Общее состояние хорошее. Всё его радует. Моча-моча прекрасная, пишет. Значит, чайок попивает. Это хорошо. Значит, стул был. Стул был нормальный. Геймеру не беспокоит. После стула большое облегчение. Великолепно. Супер. Сразу добавилась энергия. Лёгкость. Подъём настроение. Посоветовал яйцево смятку. Два штучка. Чтобы они тёпленькие были. После массажа, он говорит, вырубился. Так его расслабило. Наконец-таки анус и геморрой впервые значительно успокоились. Несмотря на разрывы с кровотечением. Кажется, мышцы начали наливаться, увеличиваться в размере. Хорошо. Тело продолжает вибрировать. Пищеварение налаживается. Стул второй день подряд. Внутреннее спокойствие. Общестостояние хорошее. Это он показывает язык. Какой у нас язык. Утро, вечер. Это стул. Тринадцатый августа. Четырнадцатый день выхода. Спал. Хорошо. Так. Часть тридцать. Отхаркался кровью с гноем. Поставил свечу сливочного масла. Ставить свечу сливочного масла в час тридцать. Ни в коем случае не надо. Это всё делается. Перед сном. Вот вы ложитесь спать. Грубо говоря, в девять часов вечера ложитесь спать. Перед сном пошли в туалет, в ванну. Ставили эту свечу. И всё. И ложитесь спать. Чё вы там ночью по тимкам будете делать там? Людям советуешь. И потом удивляешься. Насколько они могут превратно понимать твои советы. Ночью. Ночью спать надо. Значит, когда я встаю по ночам в среднем раза три-четыре. То не только, чтобы сплюнуть дно. А в первую очередь меня гонит туалет позыв. Пописит. Мочи выходит очень много. А вот днями моча практически не выходит. Это тоже непорядок. Надо вот этот вот мочегонный ритм с ночи переделать на день. Бывает так, что всё это извращается. Человек больше ночью ходит. А надо, чтобы днём ходил. Надо всё это менять. В противном случае человек не высыпается. Ему тут уже не до оздоровления. Так. В 10.30 позыв в стул. Первая часть кожи катышки уже меньше. Вторая часть правильно оформлена. Однородная масса. Вот этих вот козьих катышков не должно быть. Значит, вставлять и вставлять свечи из сливочного масла. Чтоб всё это было. Плюс сделать массаж. Оливковым маслом втирать. Чтоб тело стало такое вот эластичное. И вот этот вот параметр козьей катышки исчез. Как только он и есть, вот этот вот параметр. Вроде как безобидные. Но туда дальше. То геморрой может быть. То трещина может быть. То ещё что-нибудь может быть. По поводу, значит, геморрой он пишет. Он появился на голоде. Где-то через 2 недели. Ещё через 2 дня. И вам об этом сказал. Приняли решение прекратить делать клизмы. Я 3 дня не делал. Потом продолжил. На 19 дней с клизмой вышел. Клубок глистов. Клизмы я продолжал делать. Не обращая внимания. На него. И меморрой в виде одной шишки справа. Так до сих пор. Он не болит и не беспокоит по большому счёту. Когда в организме всё спокойно, он сдувается. А вообще, он у меня очень давно, чуть ли не со школы, от сильного подтуживания такие вспоминания. И что ещё как бы неприятно вот это вот замечать. Что всё у нас начинается тогда, когда мы ещё были с детьми. То есть, нами никто не занимался. Не научились нас, родители, элементарным вещам. А как ты, сынок, ходишь в туалет? Надо сесть вот так вот. Настроиться на это дело просто и понятно. И в один момент, чтобы всё из тебя вышло. А не тужиться. А для того, чтобы не тужиться, значит, надо соответствовать, чтобы было питание. То есть, взрослые в этом отношении. Вот сейчас мы взрослые. И я обращаюсь вот к вам, чтобы вы своим детям, внукам рассказали вот о таких элементарных вещах, с которых всё начинается. Что есть надо ту же кашу для того, чтобы у вас был нормальный стул. Чтоб не было никаких потом этих запоров. Что если вы пошли в туалет, значит, у вас вы должны не тужиться. Если вы тужитесь, опять-таки, измените, значит, питание до этого. Иначе у вас вот такие вот геморрои вылезут и на всю оставшуюся жизнь будете с ними ходить, носить их, не знать, что делать. То есть, рассказать всё. Как пописать, как покакать, как помыть свою задницу. Ну, элементарше, ну, элементарше, ну, понимаете? Чтобы ребёнок знал, что, что и как. А не то, что потом он думает, что всё это так нормально. Ходит, будем говорить, за геморроем этим. Не знает, что с ним делать. Языки, с языком дела получше. 15-й день выхода. Это 14 августа. По-прежнему идёт гной из ротовой полости. Тяжесть в области печени. Ночью обильное мочеиспускание. Ну, молодец, делает массаж живота утром. Значит, утречком встал. Полон энергии сил. Козьи катушки. Анус находится в комфорте. Ячневую кашу с топлёным маслом покушал с большим удовольствием. Съел два яйца с мятку божественно. Вот интересное ощущение в 13-13. После прогулки область ануса как бы провалилась внутрь и встала на место. При этом ей комфортно и хорошо. Как только исчезают разного рода напряжения, вот эти все эти випячения и прочие спазмы. Всё это расслабляется, всё это втягивается, на свои места становится. И чувствуется очень комфортно. Чай с ягодами межжевельника. Так, наконец-таки в 23.45 свечу сливочного масла на ночь. Перед сном хорошо, а не ночью. Так, насчёт помпеллом я у него спрашивал. Они у меня были в 2007 году. Я тогда развёлся с женой, сильно переживал. Не мог успокоиться, пил с запоем. На этом стрессовом фоне у меня в паху и на головке полового члена стали расти папилломы. А помогло мне избавиться от них обычное дегтярное мыло. Причём можно рассказать мгновенно, очень быстро. Для меня это было чудом. С тех пор дегтярное мыло моё самое любимое. Моис практически только им или обычным хозяйственным. Вот такая история с уважением, Эдуард Петрович. Никак нельзя переживать, никак нельзя переживать. Знаете, вот если у вас создаётся какое-то недопонимание с супругой, то необходимо сделать. Необходимо в первую очередь разобраться, откуда идёт это недопонимание. Откуда растут вот эти вот ноги этого недопонимания. Причины, истоки. Сесть вдвоём и разобраться, что вы сможете дальше жить. Либо это непреодолимо какое-то недопонимание, которое просто-напросто дальше вас сможет привести к бытовым ссорам, дракам, насилию, которое вам так-так же не надо. Либо вы найдёте какие-то точки опоры, выясните друг у друга, на что вы как бы претендуете, на что вы хотите, чтобы ваш супруг понял, чтобы ваша супруга поняла. Чтобы это вас сплочило вместе, чтобы вы дальше жили как семья. Либо уже в результате такого разговора был какой-то сделан вывод, что вы уже как семья дальше не можете жить. Уже настолько интересы у вас разошлись, настолько вы друг другу опостылили, надоели, что дальше только лучше порознь жить. Вот такое надо сделать, а не просто, знаете, вот это что-то переживать, а потом что-то тут запило, потом что-то там заело, потом что-то там обросыв бородавками и так далее. Ну, как-то надо, знаете, по-разумному поступать. Нам-то зачем нам дам ум? Для того, чтобы мы его пользовались. Просто удивляюсь. Я удивляюсь. Я сегодня, можно сказать, всю ночь не спал. И вот такие мысли по поводу фильма на основании моей истории. Мне кажется, что нужно снять на серийный фильм, где каждая серия будет освещена. Все эти этапы, тогда будет понятно и интересно для людей, интересующихся, будет возможность все более подробно разобрать и обсудить все интересные моменты, не спешать досконально. Например, первая серия, вторая чистка по методу Бурева. Я писал про нее. Собирались сделать ролик, настало и до того, как грибок повалил и началась война. Вторая серия грибок. Третье, причине грибка и пораженного горла. Четвертое, голод. Пятое, выход. Вот примерно так. Просто мысли приходят, возможно, я ошибаюсь, ну так вот, так примерно все, вот в такой последовательности. И все я рассказываю в этой платной подписке, что началось все с того, что вообще-то решили начаться с самооздоровлением. Подошли к чистке печени. Ага, попробовали чистку печени. Получилось, не получилось. Что, что и как не получилось. Об этом я рассказал. И далее, значит, после того, как применили вот этот побуревая, все дело правильно. И, наконец-таки, сдвинули ту слизь, которая там была внутри. То есть расшевелили все это осиное гнездо. То вот этот вот грибок и побежал, и побежал, а с ним все вместе. И пошло-поехало. Вот это как раз применение народных методов. И дальше, дальше перешли на голод. И теперь вот уже голод закончился. Мы рассказываем о выходе. Вот так и сделаем. Наша задумка, в принципе, и материализовалась. 16-й день выхода. Ну что, рот по-прежнему. Гну из кровью. В области печени тяжесть небольшая. Пол хорошо. Это нормально. Так, тыквенное масло. Я порекомендовал. Опять-таки, везде надо соблюдать норму, дозу. Палочку-гвоздику порывал. Хорошо. В 9.30 козьи катушки. Плюс сгустки. Много крови. Похоже, Петровичев оказались правы. Это полипы отвалятся. Или еще что-то из миропаразитов. Неужели тыквенное масло спровоцировало их? Выброс столь активно. Оперативненько. После стула оно спокоен. В комфорте. Еще больше втянулся внутрь. Ему очень хорошо. Ну и отлично. Эмоции переполняют меня. Слези радости и благодарности наполнили мои глаза. Я плачу от счастья. Вот смотрите. На некоторых паразитах действуют только специфические, ну, будем говорить, вещества. Допустим, вот тыквенное масло. Оно действует не на все там в подряд. Хотя, может быть, и на все в подряд. Но не в той степени, как на отдельных там паразитах. То есть, некоторые паразиты тыквенное масло вообще не переносят. А другим, да хоть бы кто. Масло там или не масло, им там все равно. Вот и когда вот что-то попадает в точку, то вот происходит вот такой вот феномен, как отход вот этих вот полипов или еще там каких-то паразитов, которые там еще остались. Прекрасный день, стул, пятый день подряд. Выходит полипы. Оно приходит в тонус настроения и общего состояния. Замечательно. Ну, а так вот оно и должно быть. Но для того, чтобы оно было, видите, тут надо и то, и все, и пятое, десятое. И спросить, и понять, и узнать, что что-то там такое. А люди, как правило, не понимают. Им не интересно там в своих испражнениях поковыряться. Это западло. Хотя они могут о многом рассказать. Интересно, что там творится с твоим нутром. Да, так и есть. Эта мерзота похожа на полипы. Они выворачиваются с корнем, идет кровотечение. Я думаю, заживление идет быстро. На что указывает самочувствие. Вот эти образования, кишечник, конец толстого, начало прямой кишки, вытеснили, в результате чего возник геморр. Теперь это уходит, и все становится на свои места. И если к 25 суткам голода прибавить 14 дней, это как раз те сроки, на которых начинаются отмирать вот такие вещи. И опухоли, вот только до них добрались. Да еще гланды гноем исходят. Там так же много убилось. И в виде гноя отходит. Важно не переедать. Пусть процесс очищения, исцеления еще работает. Оттого можно завалить пищей, и он сорвется. Такие вот рекомендации я даю. 17-й день выхода. Ну, в ротовой полосе примерно все то же самое. А вот в 7-15 массаж живота в области печени 15 минут. Очень хорошо мой животик расслабился. Впервые за всю жизнь, оказывается, он был все время напряжен и спазмирован. А я-то думал, что это норма. Считал себя здоровым. Неужели эти гады, полипы и прочие так над ним и мной издевались? Теперь ему хорошо и комфортно. Я еще раз перед сном заметил. Ну, подумал, что показалось. Как я сейчас, Геннадий Петрович, вы не представляете. Каждый день происходят какие-то чудеса и волшебство. Со здоровьем слезы и радости. Просто удивляюсь, что люди вот так вот могут всю жизнь прожить со спазмированным животом. И думать, что все это вот нормального. А он и должен таким и быть. И представляете, и никто, ну никто не скажет, что это же не нормально. Не родители, ну те же вы родители, ну что ж вы же, дедушки, бабушки, папы, мамы, люди посторонние. Вы вообще не разбираетесь. Не в своем собственном здоровье, не в здоровье своих детей. Что вот так вот это все происходит и для вас все это нормально. Просто, знаете, какой-то дремучий средневековый век идет в наш 21-й. У меня просто слов нет. У меня просто слов нет. Насколько люди погрязли в дремучем невежестве. Не могут ни за собой следить. Не могут адекватно оценивать свое состояние здоровья. Не могут адекватно оценивать состояние здоровья своих детей. И все это идет каким-то самотеком, самоэтим. И грубо говоря, все это движется. Вот это вот, вся эта наша мировая цивилизация к вырождению. Еще разок прочитаю. А главное, мой животик пошел на расслабление. Какое-то блаженство ощущать себя человеком, а не комком напряженных мышц и нервов. Я плачу от счастья. Оказывается, всю свою жизнь я был в постоянном напряжении. И тратил на этих паразитов свою жизненную энергию, которая мне самому нужна, как воздух. Поразительно. Ну что, живот мягкий. Чудо. У меня слезы наворачиваются от этого. Моча обильно. Нужно полагать и так быстро. Тыквенное масло или совпадение. Совпадение. Я давно не верю. Получается, масло сработало. Конечно, масло тыквенное работает. Это мощная вещь. Мощная вещь. И вот так, знаете, профилактически применять по пол чайной ложки уточкам натощак и мужчинам, и женщинам. И это будет большое подспорье в поддержании собственного здоровья. Я ориентируюсь и спрашиваю, что это тут такое выходит. Вот какие штуки, хрюки выходят еще. Потому что мы думали, что все, голод вышел. Да, ну нет. Там еще будь здоров такие. Такие монстрилы затаились. Они не так-то просто сдадутся. Как говорится, заразить человека легко. А вот избавиться от всего этого. Ой, как тяжело. Ой, как тяжело. И сколько надо не просто знаний, а знаний и умений, и терпения. Чтобы вот этот, вот такие вот шмоты полипов выходили из организма. Я ему пишу. Живот-то был напряжен от прорастания этими полипами и грибками. Он был именно дуд и потому тверд. Освобождение от этого и нормализовало его по правильным параметрам. Отлично, что эта живность отошла и продолжает отходить. Организм в процессе чистки и исцеления. Не передайте обязательно свеклу. Ешьте. Она дополнительно гонит мерзость вон. Рад за вас, Эдуард. Так, ну вот такая вот письмо. Развод повлиял, Эдуард пишет. Потому что очень сильно я любил этого человека. И прирост к нему привязался капитально. Да, и она меня любила, я думал. Но потом стали жить рядом с ее родителями, с сестрой. И все как-то резко поменялось. Ей стал безразличным и не нужен. А я себя без нее не представлял. Походила очень на предательство. Жить не хотелось. Пил, чтобы умереть. И вот когда дошел до точки, вспомнил о маме. Отец уже умер к тому моменту. Представил, каково ей будет. Если ей придет моя похоронка, то она долго не протянет. Эта мысль на меня подействовала отразляющая. С этого момента пошел обратный процесс. Вот как-то так вкратце. Еще разок кратко скажу. Вот у вас что-то начало в семье происходить не то. Сели и откровенно поговорили. Говорили, нужны вы друг другу или нет. Ну не нужны, но что поделаешь. Ну прошла любовь, завели помидоры. Ботинки жмут и нам не по пути. Все. Выяснили, точки поставили и разошлись. А если же собираетесь жить, то где, что, какие у кого претензии. Где, кому надо поджать свой собственный характер. Умереть, прыть, эгоизм, черствость. И если все нормально слаживается, еще будете жить. Еще лучше, чем до этого. Вот еще Эдуард пишет. Сейчас все нормально. Вспоминаю очень редко и без эмоций. Как отрезало. Срезало, бывает так, выгорело. Но это не все так просто. Там еще семена всех этих переживаний остались. Я чувствую, что у вас столько полезной информации. На ютубе лишь маленькая толика этого. Хотелось бы о многом с вами поговорить, спросить, посоветоваться, знать. Нужны знания. Но пока не время для меня. У меня в голове сейчас столько информации. Благодарю вам, что ее нужно будет сначала переварить. Глядываясь назад, задать вопрос, неужели это все происходило со мной, в моем окружении. И поговорить об этом не с кем. Дочь только меня внимательно слушает. Кажется, ей это интересно. С уважением, Эдуард. Да, трудно, трудно создать такой вокруг себя микроклимат, чтобы люди действительно были вашими родственниками, вашими друзьями, близкими, единомышленниками. Чтобы вы как-то все друг другу помогали и двигались в одном направлении. А не так, что один куда-то оттянет в одну сторону, в другую в другую сторону. Короче, не семья, а так. Шобла приживальщиков каких-то. Семнадцатого августа, восемнадцатый день выхода. Ну что, пошло, пошло. Выходим, выходим. Спал хорошо, настроение нормально. Вес прибавился и остановился. Настой шипунника с ягодами можжевельника и боярышника. Плюс чага, плюс мед. Квозьи катушки, стул. Ножки бегут бодрячком, это хорошо. А нос еще больше втянулся. Живот расслабился. Дышу животом, блаженство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Люди даже не знают, как и дышать правильно. Из-за того, что живот напряжен, они дышат грудной клеткой. Тоже думают, что так надо дышать. Ужас. Ужас. Просто дичь. Дичь дичевская. Во всем земном шаре процветает. Это различные тут выходят. Кровавые, они уже пропитались. Они уже срослись со слизистой кишечника. И вот только их начали выдирать. Они как слизняки кровавые выходят, напившиеся крови. Так, свеклу идите, спрашиваю свеклу. Буду говорить и свежую с яблоками. Не успеваю. Почему я насчет свеклы ему рекомендую? Потому что идет кровопотери. Надо все это восполнять. И лучше, чем свекла для кроветворения. Простой такой продукт свеклы. Ну, нету. Восстанавливает быстро, хорошо. И главное, все дешево. Так, 18 августа, 19 день выхода. Гной без крови. Моча обильно. Это в часть 30. Тяжесть в области печени. Живот мягкий. Во время массажа подушечками пальцем. Прощупываю и определяю места застоя каловых масс. Раньше не мог. Это уже большой прогресс. Спал хорошо. Энергии норм. Настроение хорошее. Внутреннее спокойствие и равновесие. Стул. Стул козьи какашки. Козьи какашки. Так. Крови нет. Полипов нет. Живот мягкий. И расслабленный анус в тонусе. Ну, это уже прогресс. Это прогресс. Второй стул. Легко в одно подтуживание. Мягкий, правильно оформленный колбаской. Однородная масса без комочков. С запахом черного тмина. Из светлого цвета. Крови нет. Полипов нет. Чудеса. Ну, наконец-таки. Значит, чудеса продолжаются. У меня никогда в жизни не было стула два раза в день. Как же я рад до слез. Я даже не ожидал такого. Живот расслабленный анус подобранный анус. Какие простые вещи могут радовать вот так вот больше, чем миллион долларов. Ячневая каша с маслом. Плюс свекла отварная. Три столовой ложки. Все-таки каша – это сила. Заходит на ура. И никакой тяжести, тепло и комфортно. Потому что как раз каша в данный момент, она и нормализует сухость и холод в организме. И поэтому ощущается как лучший продукт и как самое лучшее средство. День очень хороший. Сегодня историческое событие. Стол дважды за день. Ура! Я счастлив. Эмоции переполняют меня. Живот расслаблен. Анус в тонусе. Гемородальная шишка, кажется, начинает сдуваться. Общее состояние настроения отличное. Ведь если все правильно взяться, правильно взяться, не надо никакого лечения. Все придет в норму. А если же, не понимая, что там делать, что, что и как, я буду тут лечить или еще что-то такое. Да наоборот. Только хуже будет. 19 августа. 20 день выхода. По-прежнему, значит, ротовая полость выделяет. Живот расслаблен. Пальчики прощупят каждый участок. Кишок замечательно. Втягивание ануса 50 раз. Это я порекомендовал для того, чтобы все это быстрее привести в норму. Одно из таких упражнений. Втягивание ануса. Тренировка его приводит к тому, что область таза. Начинает подтягиваться. Начинает становиться в тонус. Налаживаться. И все там уходит. Вес 62-100 грамм. Вес опять остановился. Удивительно, столько кушал в течение дня. Но, тем не менее, кушать в течение дня там можно много. Но идет работа большая. И поэтому, кажется, что вроде бы съел. Должно куда-то это прийти. А это, оказывается, все ушло на восстановление разрушенного. Тем более, вы видите, какие там кровавые сгустки выходили. Так, стул с подтуживанием. Крови полипов нет. Это хорошо. Делал массаж живота. Плюс области печени. Через 10 минут сладко заснул. На 25 минут. Отлично. Перезагрузился. Это хорошо. Так и должно быть. Вибрационный ряд применяет. Замечательно. Не нарадуюсь. Анус приходит в тонус. Делал втягивание в течение дня. Работа организма по очищению еще идет. И это хорошо. Итак, мы с вами прошли еще 20 дней восстановления.